Пандусы, тактильная плитка, специально обученный персонал. Железная дорога вот уже несколько лет ориентируется на особых пассажиров, ведь их 10% от общего числа клиентов. Инвалиды сегодня путешествуют с комфортом, встречают их уже перед входом на вокзал, помогают добраться, донести багаж и разместиться в вагоне. Для колясочников в каждом поезде оборудовано одно спецкупе. В путешествии особый пассажир тоже находится под особым присмотром, однако до евростандартов российским железнодорожникам еще далеко. Инвалидов добиваются того, чтобы поезда были удобны, доступны всем категориям граждан с позиции универсального дизайна, что это удобно, вот допустим поезд, который можно пройти от начала до конца на коляске, это удобно не только колясочнику, это удобно обычному гражданину, потому что становится шире проходы. Да, может быть мест посадочных меньше, но комфорт от этого больше. По новым стандартам идет модернизация вокзалов и платформ уже четвертый год. К примеру, тамбур вагона и посадочная площадка должны быть на одном уровне. Пока это правило соблюдается не везде. А чтобы не упустить ни одной детали, при работе железнодорожники встретились с представителями самарских обществ инвалидов и пришли к мировому соглашению при решении возникающих проблем. Мы договорились, что в ближайшее время мы проведем так называемую экспертизу проекта по вокзалу Самара, чтобы специалисты подсказали, что у нас есть и что нам нужно еще дополнить. Мы под каждого клиента, инвалиды, должны сформировать сервис услуг, чтобы он соответствовал и удовлетворял их. Новинка этого сезона – круглосуточная покупка спецбилета на поезд. Теперь не нужно ехать на вокзал и стоять в очереди. Интернет в помощь. Электронный билет приобретается минимум за три дня, а лучше за два месяца до предполагаемого путешествия. Центр содействия обработает информацию и в назначенный день и час спецпассажира встретят на вокзале и с комфортом доставят до места назначения. Татьяна Дмитриева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.